Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы и отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл, а и там в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Сегодня мы разберём немолодой двигатель Z-TEC от Ford. Встречаем! Тут у нас мотор Z-TEC, выпуск которого был налажен в 1991 году. Две его версии объёмом 1.6 и 1.8 предназначались для автомобилей Orion, Escort и Fiesta. Двухлитровая версия появилась в 1992 году на автомобиле Ford Mondeo первого поколения. Эти моторы выпускались до 2004 года и легли в основу более свежих Z-TEC SE, которые в процессе были переименованы в Duratec. Ничего примечательного в этих двигателях нет. Легкоспланная ГБЦ с 16-ю клапанами, блок чугунный, а выпускной коллектор находится спереди по ходу движения автомобиля. Это его основное отличие от заменивших его моторов семейства Sigma. До модернизации, которая прошла в 1998 году, в приводе клапанов этого мотора были гидрокомпенсаторы. В старых моторах Z-TEC E поддон был глубокий и из алюминия. А вот в обновленных моторах поддон состоит из двух частей. Верхняя часть с отливкой под колокол трансмиссии, а нижняя часть – это стальной поддон. На старых моторах клапанная крышка была легкосплавной. Также из алюминия был отлит и впускной коллектор. А вот после рестайлинга все эти детали буквально во всех исполнениях стали пластиковыми. Серьезных нареканий эти двигатели не вызывают. Буквально что может их прикончить – это обрыв ремня ГРМ, от последствий которого они не защищены. Любопытно, что двигатели Z-TEC E в американском исполнении безвтыковые, так как в их поршнях есть выемки для клапанов. Как вы видите, двигатель у нас сегодня без навесного оборудования, потому что все продано. Но все то, о чем надо рассказать, мы нашли на нашем огромном шестиярусном складе. Итак, поехали! Надежная работа двигателя Ford 1.8 нередко нарушается из-за проблем с бензонасосом. Он начинает плохо качать топливо. Обычно засоряется сетка на его топливозаборнике. И тут владельца Ford ожидает сюрприз, потому что доступа к бензонасосу из-под заднего сидения нет. Для этого надо снимать бак. Поэтому многие владельцы прорезают отверстия над баком возле топливных трубок. Моторчик бензонасоса служит более 200 тысяч километров. Его поломка влечет за собой замену всего модуля либо же установку в колбу неоригинального моторчика. Также бывают случаи оплавления электрического разъема, но это, как правило, не заканчивается пожаром. Бывают случаи обламывания штуцеров на корпусе. Также бывают случаи появления трещин на самой колбе. А со временем обратный клапан, который находится в колбе, начинает пропускать топливо в обе стороны, что также влияет на поток топлива и на давление. Сетку топливозаборника можно заменить на неоригинальную, предложений достаточно. Вообще, топливный насос должен подавать топливо к рампе под давлением не менее 3 бар после включения зажигания. Если этого не происходит, то тогда двигатель будет долго заводиться, неровно работать, ухудшится ускорение, появятся паузы при ускорении. Всё в зависимости от того, насколько упала производительность бензонасоса. А вот такой красивый бензонасос в отличном состоянии вы можете приобрести в «АвтоСтронг-М». Причиной неровной работы двигателя и плохой тяги может быть неисправность датчика массового расхода воздуха, он же расходомер. Его можно проверить диагностическим сканером по параметру температуры на впуске. Значения должны быть адекватными. А ещё, если снять фишку с расходомера и мотору становится лучше, значит дело явно в нём. Ну и если что, расходомеры продаются в «АвтоСтронг-М». Давление топлива в рампе может быть недостаточным из-за неисправности регулятора, который установлен на топливной рампе. Обычно регулятор стравливает топливо в обратную магистраль. Чтобы диагностировать его на лету, надо заткнуть шланг обратки. Если после этого двигатель моментально откликается на педаль, начинает бодро тянуть и быстро запускается, то тогда меняйте регулятор. Топливные форсунки двигателя Ford 1.8 ZTEC-E служат отлично, долго, но иногда засоряются. Поэтому их надо чистить либо покупать новые. Отдельно упомянем, что бывают случаи нарушения электрического контакта в общем разъёме на конце косы форсунок. Если отключается несколько форсунок, то тогда двигатель начинает работать очень неровно, то есть двоит и еле тянет. Дроссельная заслонка на двигателе Ford 1.8 ZTEC-E механическая и соединена с педалью акселератора тросом. На ней есть датчик положения заслонки. Со временем датчик слепнет, потому что на потенциометре протираются контактные дорожки, причём они протираются в самом ходовом диапазоне, условно до средних оборотов. В этом случае мотор будет плохо реагировать на небольшие нажатия на педаль акселератора. Также двигатель будет глохнуть после резкого отпускания педали акселератора, потому что ЭБУ не сможет понять, когда ему переходить на регулятор холостого хода. В этом случае датчик надо поменять на новый. Модульная катушка зажигания двигателя Ford ZTEC-E служит хорошо и долго. Проверяется просто. Сопротивление между пинами 1223 должно быть до 0,6 Ом. Обычно пропуски зажигания возникают из-за уставших высоковольтных проводов и лопнувших наконечников свечей зажигания. Из-за едва заметных трещин сначала начинаются пропуски зажигания во время интенсивных ускорений. Уплотнения пластикового впускного коллектора со временем пропускают воздух, что сказывается на качестве работы двигателя, который оснащен расходомером. Проще всего находить подсосы воздуха с помощью дымогенератора. Ну а сегодня разобрать этот олдскульный двигатель нам поможет Александр. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку! Зубчатый ремень ГРМ подлежит замене каждые 125 тысяч километров. Хотя на Западе этот интервал может сохранять и 160 тысяч километров. Но это справедливо для оригинального ремня и роликов. А если ремень не оригинальный и не самого лучшего качества, то лучше этот интервал сократить до 80 тысяч. Случаи обрыва ремня ГРМ или его перескока из-за разрушения натяжителя случались и случаются. Как мы уже говорили, мотору из-за этого очень больно. Загибает клапаны. Если ремень перескочит на 1-2 зуба, то двигатель будет очень плохо работать, плохо тянуть. Возможны проблемы с запуском. Но никаких неполадок в топливной системе и системе зажигания не будет. Для точной установки на шкиве коленвала есть метка, но у нас не шкива коленвала, чтобы вам это показать. А в блоке цилиндров возле датчика положения коленвала есть болт-заглушка, выкрутив который можно вкрутить болт-фиксатор коленвала. Оба распредвала меток не имеют, но их можно зафиксировать с помощью планки, которая помещается в прорези на их задней стороне. Дальше можно приотпускать старый натяжитель, снимать ремень и устанавливать новый комплект ГРМ. При замене ремня ГРМ не помешает поменять сальник коленвала, чтобы он не потек в промежутках между заменами. И такое тоже случается. При снятом ремне ГРМ сальник как на ладони меняется легко и быстро. А в ГБЦ у нас два распредвала, 16 клапанов и гидрокомпенсаторы отсутствуют. Если говорить о состоянии, то мотору 20 лет тут прекрасный светлый масляный налет и никакого износа на кулачках распредвалов мы не наблюдаем. После 1998 года на двигателях ZTEQE не стало гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры регулируются подбором шайб. Хлопотный способ. Для того чтобы отрегулировать тепловые зазоры надо измерить существующие, записать их, снять распредвалы, достать шайбы и на основе их толщины подобрать новые номинальные зазоры для впускных клапанов 0,15 мм, для выпускных 0,3 мм плюс-минус 0,04 мм. Сняли ГБЦ и сразу же видим следы кривого ремонта. Скорее всего, двигатели ремонтировали что-то, забыли в одном из цилиндров и это что-то размолотил поршень. Такая же ситуация у нас недавно была с мотором EP6. Напоминаем, что все двигатели, которые мы разбираем в наших разборках, не прошли строгий контроль качества компании «АвтоСтронг». Если далее говорить по состоянию, то видим масляный нагар, то есть потребление масла у этого мотора было порядочное. Ну а в остальном с ГБЦ этих моторов ничего плохого не случается. Блок у этого двигателя чугунный. Если говорить о состоянии поверхности цилиндров, то хон присутствует, но еле просматривается и видны потертости. Плюс не только нагар на донышках поршней, но и повреждения донышка третьего и второго поршня. Ну и перед тем, как мы расскажем все самое интересное, хотели бы вам напомнить, что в «АвтоСтронг» есть подразделение «АвтоСтронг Логистик». Перевезем партию груза, перевезем мебель, доставим посылку. Звоните нам, и мы доставим ваш груз в любой город Беларуси, а также по направлению РФ. Москва – Московская область, Санкт-Петербург – Ленинградская область. В нашем парке автомобили грузоподъемностью до трех тонн и объемом до 20 кубических метров. Мы относимся к каждому заказу индивидуально и отслеживаем каждый груз. Позвоните нам, и наши цены вас приятно удивят. Поршневую группу этого двигателя по праву можно считать надежной. Напоминаем, что этому двигателю 20 лет. А теперь поговорим о состоянии. Состояние коренных вкладышей с царапинами. Состояние шатунных вкладышей тоже с царапинами. Коленвал визуально неплох. Обратите внимание, что все маслосъемные кольца закоксованы. Но еще обратите внимание на высоту поршневых колец. Все-таки это мотор из 90-х. Что компрессионные, что маслосъемные кольца подвижны. Верхние коренные вкладыши тоже изношены. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали надежный мотор из 90-х годов. В нем нет серьезных проблем, есть только небольшие нюансы. Обслуживайте его правильно, и тогда он пройдет не одну сотню тысяч километров. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».